Музыка Уважаемые любители моих небольших роликов о судьбе человечества. Сегодня особый день, потому что, ну, во-первых, я в галстуке, а не в Петрушкином колпаке, поскольку приехал на конференцию в стольный город Санкт-Петербург. Этот прекрасный областной центр когда-то был столицей нашей Родины, и благодаря тому, что он областным центром стал в Савдепи, он хорошо сохранился. Тут есть тот дух, который позволяет почувствовать и историю, и величие науки, потому что он создавался в эпоху бесконечной веры в научно-технический прогресс. И это очень важно. Сейчас этой веры нет. И поэтому та аура, которая сохранилась в этом месте, она позволяет ощущать как преемственность науки, так и преемственность культуры. Это дико важно, потому что одно без другого существовать не может. Ну и, конечно, поскольку это место мне тоже известно, ибо здесь отмечалась известная конференция по гинекологии, значит, я пошел в то место, которое знаю. И надо сказать большую благодарность людям, которые накормили всякой вкуснятиной, и, переходя к чаю, я расскажу вам еще одну интересную историю. Поэтому за вас, уважаемые слушатели. Ну, а здесь вы увидите как раз, когда я буду прятаться, чем я занимаюсь и где. Так вот, о чем идет речь? Речь идет о том, что сегодня мне безумно повезло. И я побывал в горный музей, горный институт. Ну, это самая богатая организация, как я понимаю, среди учебных заведений. Ну, потому что, когда полиентологические экспонаты, окаменевшие кости находятся в шкафах из благородных сортов дерева, покрашенные слоновой костью и с золотыми оттяжками и украшениями, сами понимаете, какое отношение к тому, что находится внутри. То есть, тем самым окаменелым гадам различным и камням, которые там лежат. То есть, музей очень хороший. И по мере моего рассказа я буду показывать вам небольшие фрагментики, как геологические, так и палеонтологические. Значит, дело уникальное, а геологическая тема горного института, она возникла не просто так. Дело в том, что на самом-то деле, если брать экономическую подложку, то борьба между разными этносами, народами ведется не столько за бумажки. Как известно, в очень любопытной арии, люди гибнут за металл. Известная, так сказать, мефистофелевская речь о том, что на самом-то деле все прячется в металле. Имеется в виду золото, незыблемое. Бумажки-то это ничто. А вот золото, особенно то, которое лежит под землей, еще не добыто, оно представляет огромную ценность. Потому что, ну, нефть, ну, газ, но для того, чтобы использовать то и другое, нужно плиту иметь, автомобиль. Это как-то... Ну, слишком много нужно прибамбасов для того, чтобы это все... А так можно же на лошади ездить, долго ездить или ничего. Можно готовить на костре. У меня, например, знакомые долгое время не сносили печь у себя в дачном домике. Почему? Потому что хозяйка говорила, а где я буду готовить? Начнется безобразие. Ну, газ у них такой, привозной, баллон. И тут кончится газ, кончится электричество. Ну, я проницательно подарил казан с подставкой, который на дровах, в котором удобно варить лагман, плов и другие деликатесы Средней Азии. Он говорит, ну, теперь печку можно сносить на улице и отправлю мужиков готовить в здоровом казане вкусные вещи. И проблема была решена, печка снесена. То есть дело в том, что вся вот эта битва историческая человечества по большому счету всегда происходила за ресурсы. Но ресурсами раньше считалось золото. То самое, которое сейчас неожиданно все стали, как старые скупердяи, тащить себе в страны и запихивать. Почему? Потому что прекрасные международные валютные активы, облигации государственных займов уже превратились давно в бумагу, в мусор, который, ну, например, когда китайцы попробовали попросить свои деньги, которые лежали у них в государственных облигациях США, назад. Их послали. Ну, знаменитая история о том, как им, по-моему, 30 тонн золота вернули, а когда китайцы стали это золото переплавлять, выяснилось, что это не золото, а фальшак из форта Нокс. Я думаю, там вообще давно уже все распродали, и уже ничего давным-давно нет. Поэтому геология и горный институт, и его ученики, которые, кстати говоря, вместе с преподавателем, уходят в форме. Ребятки именно это дисциплинируют, а все время говорили о том, что надо всем чиновникам государственных учреждений ходить в форме, чтобы мы видели. Вот идет в генеральском мундире мадам Набиулина. Ну, сразу все понятно. Ну и так далее. То есть, чтобы цветная дифференциация штанов процветала в стране. Как в горном институте. Это на самом деле дисциплинирует. Я не ерничаю. Это серьезная вещь. Хотите структурализировать страну так, чтобы она была нормально управляемой, вменяемой? Сделайте форму для школьников. Сделайте форму для студентов каждого учебного заведения. Обязательно. Сделайте форму для чиновников с соответствующими знаками, отличиями и лампасами на штанах. Тогда у вас будет та самая дифференциация, ради которой люди все. А так, ну что делать? Ну, он ходит, как он у меня один из знакомых, в задрипанных штанах, в отвратительных пиджаках, хуже, чем даже у меня. Уж кажется, хуже не бывает, но тем не менее. На работу. А потом, когда умирает, выясняется, что у него где-то тайна. Не вдалеке от Москвы, гараж там. А в нем стоят Феррари, Ламборджини, Роллс-Ройсы. Часы Роллик с такими вот авоськами, которые надо заводить вообще-то. Каждый там месяц, чтобы они тикали потом хорошо. Механика не выдерживает долгого лежения. Кстати говоря, мои любимые фотоаппараты, типа Лейк. Ну, их тоже надо механически прощелкивать раз в год хотя бы. Вот он это все скупал, складывал и был счастлив. Ребята, это не то имущество, которым можно гордиться. И настоящее имущество возникает от того, что человек что-то создает. И в этом отношении горный институт он создает. Он создает людей, которые могут добывать те самые драгоценные предметы из земли. Их искать, определять. Это сложная, интересная наука. Там, кстати, в биологии играет огромную роль. Потому что ведущие формы существуют. То есть микроразных организмов, в первую очередь, с разничественных ракушек, по которым определяют возраст пород. Разные признаки. То есть это серьезная такая естественно-научная культурологическая епархия, которая, собственно говоря, дает квалифицированных людей. У нас мало таких точек роста, где обученные люди со здравомыслием могут быть проверены. Его берут, просто выкидывают. Там, на Южный Урал, говорят, ищи. Если он квалифицированный, то он найдет. А в других областях? Он берет чужую работу, смотрит, стволовые клетки. Ну, давай. Делать то же самое. Вот это все убожество, оно, конечно, отвратительное. Потому что самое главное в знаниях и в науке – это финальная проверка того, чему человек научен. И вот Горный институт – это как раз такое место. Вот я впечатлился и могу сказать, что да, перспективы здесь есть. Если так вкладывать деньги в образование и науку, как я видел сегодня в Горном институте, это, конечно, впечатляет. Это даст результат. Но хотелось бы, чтобы не только Горный институт, но хотелось бы, чтобы биологические факультеты, хотелось бы, чтобы химические факультеты, физические факультеты так же обеспечивались. У них тоже стояли зеркальные шкафы с золотыми отводками. Мне было бы это очень приятно. А именно этого я и хочу. Поэтому не все так печально в этом мире. И битва, которая ведет между гоминидами за обладание там израильскими сражениями газа или греческими сражениями газа, нефтяными зонами на Ближнем Востоке и прочее, это на самом деле отражение естественно научных знаний, то есть в области в том числе и геологии, и горного дела, которые воплощаются в бескомпромиссные и смертельные битвы гоминид. Поэтому, чтобы такого не было, и чтобы доминировать, как мы сейчас в геологии, нам нужно делать учебные учреждения по вот этому самому образцу горного института. Если у вас будет какая-то возможность побывать в Санкт-Петербурге и очень непростым способом записаться на экскурсию в это замечательное учреждение, вы получите без удовольствия. Во-первых, отличные геологии. Во-вторых, четкая ориентировка на учебный процесс. Во-вторых, огромное количество биологического материала. Даже архаичные образцы оригинальные, мясисто-лопостных, как раньше называли, то есть ближайших родственников Латимерии, еще вывезенных в старые далекие времена из Германии. Есть чего посмотреть, есть к чему приобщиться. И это всего лишь навсего очень расширенный, очень качественный учебный музей. Это надо делать. И тогда у нас здравомыслие и адекватное поведение в стране процветет. А так, с религиозным сознанием, задуренные в интернете пионеры и школьники, с полным отсутствием знаний, сознания и совести, легко становятся добычей фокусников из других стран. Поэтому, уважаемые слушатели, поедете в Санкт-Петербург, не на «Аврору» надо смотреть, а попытаться организовать, еще раз, что повторюсь, что непросто, поход в такие замечательные учреждения, как зоологический институт, горный институт, и посмотреть тамошние музеи. Это намного полезнее и лучше для сознания, для сознания того, что происходит вокруг вас. На этом я прощаюсь и, прикладываясь к очередной порции венесуэльского рома, в циничной форме, которую я, конечно, в рамках законодательства аккуратно прикроюсь тем местом, в котором я это делаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok